так друзья не удивляйтесь снимать буду между порывами ветра вот сегодня у нас 19 апреля еще неделю будет зима потом уже повернет на весну то непонятно надолго ли значит стараюсь чтобы каждый мой фильм был учебный только сейчас я обрезал в китайскую сливу условное название красно-сеня на самый лучший подвой какой можно представить вот видите персик на китайской сливе раз уж я показал персик что мы видим тепловая подушка представим себе теплый дом зимой так и вот этот закуток теперь поняли почему они не замерзает вот перед этим здесь были взрослые два здоровенных персика они погибли потому что я их калечил беспощадно сейчас начал калечить и вот этот вернее я сергей даже вот эти веточки это не только что просто подрезать чтобы она не вылазила туда не только поэтому просто ему понадобились черенки на прививку даже до этого сергей добрался и дальше еще два-три года если долго долго за 40 не будет вот а потом насчет загибаться это факт вот это я резал китайку красно-синю вот черенки тоже пользуется спросом мало ну за зиму штук 10 я продаю вот такие вот смотрите видите прекрасные черенки ну естественно больше я не режу потому что они нужны только для испытателей только для селекционеров вот ему хочется с косточки долго выращивать так а здесь на что угодно на сливу на терносливу на слива вишню на алычу натерн привык через они же смотрите взрослое дерево смотрите просто видите вот внимательно смотрим внимательно если вы видите так как я вижу значит предпоследний год все в цветах и последний год внимание все в цветах заодно посмотрите как одет настоящий фермер мы сейчас пойдем в сторону где собираются посылки они были заранее уже прикопаны прикопаны еще осенью вот а при копах всегда теплее и когда было до плюс 10 несколько где держалась сами холмы прогрелись запоминайте холмы прогрелись и теперь несмотря на то что вот такой саженец выкопать невозможно и вот это выкопать невозможно видите вот это явки видите это еще осенью выкопались вот невозможно а на холмах можно вот так получается мы обманываем природу сейчас когда я вот этот обрезал да вот этот сейчас придет черед кубанская комета она еще не плодоносила здесь только висит бирка и все что я не знаю растет бурно хорошо ну как скелетная прививка опять же китайской сливе вот но заметьте ни одного черенка не срезала не продал например кубанская комета железа у меня есть кубанская комета тоторова это да там все проверено честнейший порядочнейший мужик а здесь посмотрите какие красавцы черенки как они просятся нет ни одного не срезал то что вы видите срезы это срезы были годом раньше потому что в этом году вот я к ней еще не подходил и дождусь подношения и к этому времени я сейчас буду уничтожать большую часть кроны смотрите вот так вот вот все что выше к вот этой вот примерно примерно вот все что чуть выше вот этого забора все это будет срезано напрочь почему вот когда вот тут вот отрежешь ветку на прививку вот такую все больше отсюда полноценно не вырослить никогда для этого надо резать если вот это просто последнего года вот это прирост предпоследнего года или тут или уже вот тут вот получается что сильнейшая обрезка и это дерево несчастное будет но изувечина и он дальше значит это сейчас кстати вот я ведь судьба какая то есть да сейчас мне вот эта ветка хлестнула по прям по зрачку а почему а потому что очки видите как вы не прям по зрачку я может быть это судьба может случайно совпадение но не первый раз я только сейчас рассказывал как я буду окалечить и вот эта ветка сейчас меня хлестнула конечно я первый я задел ее но удар сильнейший по зрачку ничего не выдумываю вот вот здесь очень плохо растут растения вот здесь что было гравий откуда нигде нету гравий только в этом месте откуда взялся ума не привожу в этой гравий я выдолбал ямку и посадил маленькую ну там сантиметра 80 вот а вот такой саженец войлочной вишни вот такой вот с тех пор ну естественно засыпал ямку там может быть ядро два земли я же ямки дело маленькие только ради корней ну то есть вот такие вот корни вот такая ямка это мой приз вот без всякого полива без ничего вымахала в шикарнейшая волочная вишня у меня вебинар будет понедельник я обещал ответить на вопрос я сам дичайший растерянности я железа там написано расскажите перспектива ко мне обращается так как будто у меня за плечами академия и еще это самое как минимум этот уже не кандидат доктор как минимум есть член кор а когда таким серьезным то там расскажите о перспективах вот сами видите понедельник на перспективах это самое а возможностях выращивания волочной вишни по всем регионам россии конкретно в каждом регионе вот это я влип как я буду отвечать я буду вспоминать все что я помню про нее я не полезу ни в один этот самый тем более интернет я называю призрительно помойкой там на одну мою статью как защитить деревья от дикой обрезки подлой предательской тысячи как уничтожить дерево вчера опять этот телеканал я боюсь его трепать этот федеральный телеканал не боюсь боюсь его назвать а вдруг однажды все-таки пригласят туда сергея железова савинич и елену еще несколько выдающихся садоводов любителей а вдруг ведь что плохо в этих телеканалах проходит день недели месяцы годы и невозможно слушая 24 сутки если решится сна вот невозможно вырастить сад вообще невозможно что творил последний товарищ господи как он калечил деревья как он калечил а все что осталось давай гнуть не понимаю что если дерево ветка растет вверх она потом на следующий год от боковые побеги почти горизонтально если растет бог то с этим годом вертикальный побег как он их ненавидит этим вот такая жизнь а здесь бюджет сколько это уже мы с ним ведер сняли у меня есть фотографии я обычно детям поручая им даю задание плачу им потому что ну да работа не каждый взрослый возьмется собирать ведрами вот а сколько было это здесь забор был пожиже не так давно прохожие можно может да ради бога мы собираем два ведра больше нам не надо не не уже отворачиваться все хотя и едим гостями это акса это ж не одна это как бы образец чисто с целью того чтобы я мог рассказать а как посадить вот все таки опять на холл посмотрите какой-то склон и так далее вот до теперь по короче и так здесь гравий все растет плохо надо пересаживать так когда уже с улицы прислушиваться к моему разговору как неловко вроде бы как сам собой разговариваю сейчас пусть пройдут вот а здесь что перчик самым расстройки в мире из привитых вот посмотрим на что привит перчик да выглядит страшно когда-то он был так хорош что это 2016 году приезжал сам знаменитый ведущий телевидение кундосёв владислав вот он то свой что тут было тут его не мешало и это расти и вот это не мешало расти все рука не поднимается сразу спилить это обыкновенный манджурский абрикос вот и вот он сейчас уже зажат уже надо принимать решение убирать что-то но не персик же убирать давайте посмотрим на что привит персик и посмотрите как он выглядит выглядит он страшно жутко невероятно почему потому что это персик и хотя он находится так называемый тепловой завушке вот называется теплым одеялом вот домик видите вот место уютное тем не менее долго ли ему осталось но несмотря на это я еще раз ребята это учеба не смейте никогда вот с этим бороться не смейте ничего сдирать как показывает этот же телеканал не смейте а потом не закрашивайте не замазывайте не заберете ничего не делайте и тогда он все-таки еще жив посмотрите способы обрезки по железу вот так оставлять и вот и внимание абсолютно живые ветки если вы видите я вам даже приближу посмотрите я их пожалел я их не стал брать я мог взять как самым растойки в мире дерево одной из миллионов самым растойкой вот она приближаю видите вот вы видите что они живые надеюсь видите надеюсь дальше вот переросты видите жив курилка жив курилка вот это значит он еще какое-то время продержится но я уже отказался от этой идеи срезать не черенки на прививку это самое ценное в мире черенки они должны стоить уже это хасанский этот персик он должен быть черенок каждый стоит не 1000 рублей 1000 долларов это в лучшем случае вернее в лучшем худшем это лучше бы 5000 долларов и все это должно переехать и это уже чуть-чуть южнее подмосковье даже мичуринск уже там это должно потом тиражироваться тысячах миллионных экземпляров если здесь это возможно вы представляете ну а теперь вот на что привит внимание узнаете китайская слива внимание видите китайская слива она выдержит 45 это сто процентов возможно 50 и вот результат вот вот тут я знаете это ну и чего хочу то говорю мне тут закутков много мы еще не все обследовали вот это питомник вот осталось что-то продано что-то будет продать что-то будет это срублена посмотрите бывает упрямый не пошла прививка не пошла а абрикос манжурский подвойный вымахал такой и сергей собирается его срубить я еще посмотрю кто-то приедет и скажу ну ребята ну вот если аккуратно выкопать да сильнейший обрезку сделать это на высоте пупка может быть заберете за 500 рублей это будет так выглядеть да а теперь вот где у меня где буриданова сел на стука буриданова сел перед ним повесили две кормушки в обоих отборное зерно вот он умер с голоду потому что долго выбирал выбирал и вроде это вкуснее нет это нет это не так день зайдем пока не умер с голоду вот я смотрю какую оставить вот бирка и вот бирка так значит на бирке написано ничего видели посмотрите сюда ничего и что мне бедному делать правильно оставить один а второй отсадить но всегда ждешь какого-то чуда вот для чего я вторую бирку повесил что в сергей не продал я пересажу на другое место и буду ждать чудо в очередной раз дождался я чудо со сливой загадкой ой какие сливы а ведь не знал не помню где в откуда взял черенок когда привил вот десяток черенков вам продал под названием загадка но есть среди вас эти деньги мне нужны черенки продаю даже не проверенные 10 черенков связал 5 продал представляете как повезло тем потому что она уже на следующей осень до этой же осенью этого же года уже ел вкуснючие невероятно черенки по фрейду черенок а плоды вот это слива вот так бывает и сейчас тоже самое не могу я продать не могу вот повесил постоянную бирку мешает друг другу одну уберу если место найду вот такие дела ребята что еще показать вот изувеченная изуродованная сергеем и мной нарядная фимова вот черенки нужны видите вот еще осталось немножко черенков вот но уже не поднимается рука потому что вот такие коротышки я могу продавать две за одну по цене одной и все из нормально будет вот иногда так делаю иногда с похвату и сколько можно колесе дерево да посмотрите как она выглядит после бесконечных обрезок вот а груш какие у так что там делать птицы за такие крупные давно не видел таких крупных птиц я не орнитолог не знаток а чего не едят семена семена то есть это семена так ладно сейчас покажу супер сорта перед вами 500 граммовая груша под названием гигант подмосковья и опять посмотрите как изуродовано деньги нужны деньги это должен быть особый сад типа уже помологического тут тут уже все должно быть охраняться уже не мной железом а законом вот потому что это уникальная вещь сколько продержится внимание ну догадайтесь вот это видели черенки отрезал можете убедиться сами вот до отрезался вот такая же такая действительность а это что за абрикос посмотрите поздний филипп его уникальный сорт посмотрите что с ним делал сергея нет он не собирался умирать здесь сухих веток не было он просто укоротил так чтобы выбросило много-много веток на следующий год для питомника вот посмотрите как я укорот какой укорот вот это вот это даже не на омоложение он сильно молодой это не может это обрезка который почему-то забивает вспоминаем обрезка для фервера кроны обрезка на омоложение обрезка с это санитарные забывать сказать что еще должна быть обрезка для специальная обрезка для пробирать такой укороны который даст черенки вот так идем дальше вот это загадочное дерево нет есть просто деревья в китайка красно-желтая самая сладкая из китай вы знаете сотни тысяч поколений никто не привел как получилось что плоды достаточно крупные невероятно вкусные даже слащавые и вы думаете вся сибирь завалена хотя у него на столько стажа как так раз и си что хвастался и сибирь не завалено так же как полученными вишнями сибирь не завалено и средняя полоса россии не китайскими сливами не больше вишнями не завалено а это штамбовая сибирская вишня в сибирской штамбовой назвал железу я не были прививки внимательно видите следы они потом погибли потом это следы прививок черешни пожилые черешни померли вот а вишня укреплилась два раза ну подумаешь нет пикративной говизации ну снится мне до сих пор живу во сне сколько раз себя щипал бесполезно вроде окажется правда все это вот членков на прививку ни одного нет вот отрезались отрезались вот но себя уже как бы изжило ну разве эти членки пойдут на прививку то есть конечно не пойдут ну сейчас сергеем поговорили когда он сейчас подъехал а вот я говорю сереже хотя бы на вытянутую руку отрезай все к черту мать все это вкуснейшие вишни достаются уже не нам а это самое достаются птицам но это особое я назвал вишня сибирская штаба с генами черешни сенсацию именно мы черенки произвели в калининграде у людмилы а дальше вы уже знаете вот затесался королевский абрикос некуда было откунуть хотя не место для него здесь у меня должно было царство вишен вот вишня с юга россии посмотрите высота 10 метров в юго украины кирсунская область берсовский район вот она жуковка вот а вот это вот ее потомок прямой вот привил и получил дерево помоложе вот опять проблемы запустил крона высоченная снять невозможно плоды вот и со стремянки можно голову свернуть шею свернуть вот и черенков тоже не дает вот еще немножечко те годы умудрялся по несколько черенков срезать видите вон они вот сейчас надо опять кардинально если сергей потянет его еще прививать ему еще надо посылки собирать игно выйти трух отрезать все а потом все нарастет вот так же как вот я прошел смотрите со стороны специальная обрезка вот этого самого этого самого абрикоса который позже филиппева ну теперь что теперь что что еще показать черешню показать то конечно как бы все что-то сад сибирский без черешни подумаешь сибири полтора сада вода полноценный сад и у меня вот 9 деревьев садик вот смотрите совершившие раны видите прививка на вот вишневые побеги вот вишневые суете кстати им по фигу они начинают просыпаться даже когда корни спят это ранее овощ как вишням передалось это а вот этот черешни посмотрите туда сейчас отойду потому что у меня шапка сейчас упадет так давайте смотреть вот она посмотрите жива или нет посмотрите сколько на ней цветов вот даже так вы можете сказать что до жива только проясняйся до жива и надеюсь что если это времена то плохие на плохие я очень надеюсь что не случится морозы заморозки во время цветения вот видели да а здесь это я вот упустил я сейчас этот самый черный африканец бесшипный крыжовник он резал видите готовил к нему чтобы он побеги выбросил а про эту забыл приростов нет фактически смотрите видите вот так буду отрезать вот так без всякой жалости так так выбросит новые ветки вот такие же в этом году они не пригодились видите никто не купил а это испорченная черешня еще раз через все привиты так вот привитая вот тут а это ниже вот она это вишневая вишня вот название самопровозглашённо спрашивал ученые ничего про не знаю ты на столыпинская переследоваться завезли вот не пригодились уникальные эти веточки а с вишней стране страшная беда я говорю близкородственное скрещивание доказывал на пальцах показывал на цифрах раз безудержная обрезка это если я режу так только потому что кушать надо не мне десяткам людей которые помогают всем 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 вот судьба мне такая на том свете побывал потом сказал да нахрен мне ничего не надо вот надо будет самогонки куплю надо будет это хожу я в телогрейке все знают круглый год то есть зимой больше ничего мне не надо сами знаете вот такие дела вот черешня так черешня сало как сало вот я про него уже рассказывал прошел ковицу рассказывал страшная судьба у нее опять я сейчас только срезал 12 веток для очередного покупателя черенков вон сколько еще черенков но я уже раз загубил ей недолго осталось вот почему вот уже половина мертва знаете кто это долбил уже кто-то долбил может быть дать дятел вот левая половина мертва правая недолго осталось но просто еще дает солидная значит еще поживет несколько лет вот так за забором на все посажено моей рукой все вот он она груша это среднерусская сорт когда у меня был гостях дускобилов и привез с собой ученого то долго долго моих игрушек пробовал рассказал как хотя назвал десяток сортов я считал что в европе распространен вот этот я считал среднерусская ну а потом лесная красавица из бельгии ну потом наши отечественные сорта ефимова вот уникальных судоводов яковлева вкуснейшие груши нет он про них ничего не слышал мне даже за ногу стало обидно абрикос это дал где-то ведер 30 у меня фотографии есть где-то ведер 30 он груши моей рукой посажены но почти весь сад уничтожен очень хорошим человеком родственникам прежних хозяев приехал все извечу вот большая часть дерева погибла прям с каким-то стервенением умудриться 2 манджутских абрикоса уничтожить собственную пилу руками так вы что долго я говорю ну дальше мы тут еще до через еще одна через а кстати вида хоть что-нибудь нет может и не видно или тут надышал ну-ка вот это еще до через вот там у меня четыре через слева метров сорок еще через что и еще вот это через что и все мы садик кончается вот сильно разбрасывался и вырастить нас есть черешний высад который кстати науки не нужен только на одной черешне можно было бы ученым вот дипломы вот почетное звание все можно было настоящее сибирь вот посмотрите на селе вверх все живое видите ни одна почка не облетел сейчас все это будет свести скоро а вот это вот сергей уже он поехал боднару отдельно от меня вот привез несколько черенков разных сортов смотрите видите и на привал вот тут на привал смотрите вот а вот тут я расследовался для чего знаете и в погреб друг погибнет чтобы возродить так что у меня погребе есть несколько черенков про запас ну что наверно дойдем да 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 то место для сергей прививает а остальной народ собирает посылки потому что решение удачнейшие с осени прикопе прикоп приподнят первое же солнышко обогрела вот все еще мерзлая лопату не воскнешь а прикоп приподнят или оттаял и теперь они успевают разослать посылки и никого не подвезти а ведь что было пришла посылка деньги платили скрывать а там уже листики распустились вот и только они были не зеленого цвета желтого и когда все это посадил все это умерло и так посылает по всей стране а пойди проверь вот а ко мне вчера вечером пришли за свинками я совсем дешево продал две дамы это такой редчайший случай потому что сейчас уже практически ко мне но за зиму один сек приезжал до этого то ли собака на то ли с минусинской вдруг саянногорские две и в разговоре я еще давайте я включу камеру поговорим чтобы поделимся нет и все вы знаете эти женщины стесняются и вдруг говорят а мы выписали вот сейчас не вспомню что а потом говорит почитали вас послушали знаем что теперь надо это что все это зря мы делали но посылка уже идет и до этого также еще один товарищ а посылка идет они потом меня когда слушает вот хватается за голову но заказы уже сделаны вот сейчас это еще раз вот тут от меня 8 километров если вот так прямо вдоль енисея туда вверх поселок сезая там живет женщина которая продает саженцы персика якобы у нее персик растет и персики вот эти я забываю название ну плоские короче дать такие есть забываю и фотографии но фотографии почему-то из интернета почему на своем саду не сделал фотографии вот и возникает желание познакомиться коллеги все-таки мы продаем она продает мы персики продаем она продает ну ну логично вот ну как его найти теперь